Всем привет, друзья! Это новое видео на канале Диктатура Закона. С вами Кайрат и Жасулан. И темой сегодняшнего нашего обзора являются так называемые онлайн займы. Именно такой вид денежных кредитов сейчас набирает наибольшую популярность. Хотя кредитами их не назовешь. Нужно ли брать деньги? И нужно ли их возвращать? Погнали разбираться! Срочно нужны деньги. Кто-то обращается в банк, кто-то в ломбард, а кто-то попадает на быстрые займы. Последний вариант удобен тем, что займы выдаются быстро, без лишних документов и конфиденциально. На просторах интернета сейчас существует огромное количество предложений по получению онлайн займов. Интернет кредитов. Многие ищут быстрый заем на карту мгновенно и круглосуточно. Причины этого могут быть разные и срочные. И в такой ситуации появляется огромный риск незаконного и непорядочного поведения таких организаций. Жульем допустим, надо бороться. Друзья, ни для кого не секрет, что помимо банка кредит выдается еще и микрофинансовыми организациями. Их деятельность регламентируется законом Республики Казахстан о микрофинансовых организациях. Они представляют собой типичное ТО, но с учетной регистрацией в Национальном банке Республики Казахстан. На сегодняшний день, исходя из реестра, размещенного на интернет ресурсе Национального банка, у нас зарегистрировано 189 таких организаций. И как вы, наверное, уже заметили, закон требует, что в обязательном порядке в наименовании компании должны присутствовать слова микрофинансовая организация. Таким образом, если вы получили заем в организации, наименование которой не содержит слова микрофинансовая организация, значит вы работаете с псевдоорганизацией. То есть компания, которая выдает себя за микрофинансовую организацию, сама не являясь таковой. Кроме этого, важно отметить, что если такая компания не прошла учетную регистрацию в Национальном банке Республики Казахстан, то это может явиться основанием для признания договора займа недействительным, как это произошло с одним из наших подписчиков. Итак, рассказываем вам, как отменяется договор онлайн займа. Наконец-то дождались. Одна из таких компаний, которая называется Онлайн Финанс, выдала кредит своему клиенту в размере 112 тысяч тенге. За 31 день пользования этим займом сумма, которая подлежала возврату, составила более чем 180 тысяч тенге. Это на 60% больше от выданного кредита. С таким процентом даже ломбард отдыхает. Вы даете нереальные планы. Это как его? Не согласившись о сумме возврата, заемщик обратился в суд с требованием о признании такого договора займа недействительным. В ходе судебного заседания Медельский районный суд города Алматы установил, что из-за спаримого договора займа следует, что в нем указаны все признаки договора о предоставлении микрокредита, которые должны содержать такого рода договоры в соответствии с законом Республики Казахстан о микрофинансовых организациях. В соответствии с подпунктом 7 статьи 1 данного закона, микрофинансовая организация – это юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого определяется госрегистрацией в органах юстиции и прохождением учетной регистрации. При таких обстоятельствах суд усматривает, что истец фактически осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов без прохождения учетной регистрации в полномоченном органе. Соответственно, суд приходит к выводу, что ответчик в установленном порядке не включен в названный реестр. При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о признании недействительным договора займа. При таком положении дела суд приходит к выводу о применении последствий ничтожности сделки и решил, что исковые требования заемщика необходимо удовлетворить. Был признан недействительным договор займа, заключенный между заемщиком и ТУО «Онлайн Финанс». Были приведены стороны в первоначальное положение, взыскана заемщика в пользу ТУО «Онлайн Финанс» лишь сумма в размере 112 500 тенге. И данное решение вступило в законную силу и обязательно для всех. Гребаный эти бастузы. Нужно запомнить, что никто не вправе извлекать преимуществ из своего недобросовестного поведения. При признании договора банковского займа недействительным, стороны приходят в первоначальное положение. А это значит, что заемщик должен вернуть лишь ту сумму, которую он получил на руки. Фима, ты говоришь обидно. На этом, друзья, мы с вами прощаемся и, как всегда, желаем вам такой финансовой состоятельности, чтобы вы не прибегали к займам. Ну а если уж кредит получен, то хотя бы не переплачивать. Подписывайтесь на этот канал, здесь будет еще много полезного и интересного. Это «Диктатура закона» и мы разъясняем вам ваши права. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok